здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео находится номер телефона пишите на вайбер либо же на ватсап звонить мне нельзя также если кого-то заинтересуют карты таро курсы пишите на вайбер на ватсап получите подробную информацию по просьбе моих подписчиков сегодня я сделала расклад на насыпава фаниса подросток пропал на висибирской области 10 апреля этого года 2024 году к сожалению не очень хорошее число фату так причина исчезновения что с ним могу произойти буквально парень не дошел 50 метров до дома он попал на камеру возле магазина он возвращался со дня рождения он был у друга на дне рождения и так причина исчезновения где он может быть почитать а 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, у меня идёт информация, что его могли как увезти. Вот, во всяком случае, вот сейчас я сделала расклад-поиск. Такое всё-таки складывается впечатление, как будто как... Потому что здесь присутствует абсолютно посторонний человек, и здесь идёт взаимодействие с другими людьми. То есть он не сам по себе исчез. Понимаете меня, да? Вообще сами по себе люди не исчезают. Мы не берём те моменты, да, когда с человеком может случиться беда. Вот как я делала на детей расклад. И я сразу увидела информацию, что дети могли попасть в беду именно на льду. Здесь я вижу, как будто с кем-то был контакт. С кем-то был контакт. Так. Причина исчезновения. Причина исчезновения. Назыпов. Фанис. Причина исчезновения. Фанис. Причина исчезновения. 10 апреля 2024 году. Итак, смотрю. Причина исчезновения. У меня вся карта указывает на то, что парень попал в беду. Это не был добровольный уход. Как-то вот у меня вся карта указывает на то, что парень попал в беду. Здесь старший аркан башни. Здесь старший аркан десятка мечей. Эти все карты, они очень-очень нехорошие. Когда делается расклад, так же семёрка мечей. Такое впечатление, что за ним как кто-то наблюдал. Он сам по себе и не ушёл. Нет. Вы знаете, вот карта солнца, как будто вот что-то вот должно проясниться. Но в то же время выпадает старший аркан верховная жрица. Здесь говорит, это вообще как бы тайна, покрыта мраком. И здесь идёт речь, когда луна вступает, чёрная луна вступает в свои права. Чёрная луна – это лилит. Это очень, знаете, так сказать, негативная энергия. Причём парень, он встречался этот с девушкой. Он и никуда не собирался исчезать. Может быть, он незадолго до этого разговаривал с девушкой по телефону. Но он чем-то как будто был опечален, озабочен. Но такое впечатление, что за ним как кто-то следил, за ним как кто-то смотрел. Дальше пятёрка кубков. Посмотрите, у нас на карте человек по воде, и он уезжает. Как будто его возят. А девушка стоит, плачет. То есть, как бы, знаете, здесь у него вообще такая идёт информация. Так, спрошу, был ли какой-то конфликт? Было ли это действительно прям вот такое вот жёсткое нападение? Ну и кто там мог вообще напасть? Так, что это вообще? Паш Кубков, Семёрка Пентаклей, Паш Жилзов. Вы знаете, я не вижу, что... Я не вижу никакой агрессии. Я не вижу никакой агрессии, чтобы вот прям, знаете, что-то было вот прям... Его, например, вы куда-то затолкали, в машину или ещё что-то. Я здесь вижу какой-то вот даже какой-то как диалог происходил. Но здесь у меня всё указывает на то, что к парню, к Фанису мог подходить взрослый человек. Взрослый человек. И, возможно, даже которого он знал, которого он видел. Я вижу, что он оказался в опасности. Я вижу, что это было, вот знаете, это было вот прям... Это было чьё-то вмешательство. Это было чьё-то вмешательство. Я вижу это так. Я не вижу, чтобы с парнем было всё хорошо на данный момент. Я вижу, чтобы подошёл какой-то взрослый человек. Понимаете, то есть вот здесь что-то всё равно было... Во-первых, мне сложно ещё смотреть, потому что я знаю только имя. Полностью дата рождения я не знаю. И вот на онлайн, на таких раскладах, да... То есть... Ну, это же не родители ко мне обратились, правильно? А те, кто, возможно, переживают, да, где, как говорится, парень. Так же, как я на Анну Циттерман делала тоже расклад. Ребят, я не вижу, чтобы с парнем всё было хорошо. Вот, понимаете, нет у меня этой информации. У меня есть информация, что к нему подходил какой-то человек. И с ним вёлся какой-то разговор. А дальше всё. Я вижу, что вот... Понимаете, его вообще как куда-то как увезли, как вывезли. Но здесь однозначно было что-то вот связано с тем... Сначала ничего не предвещало беды, как говорится. Потом, к сожалению, идут очень агрессивные карты. Агрессивная карта. Это у нас старший аркан башни. Десятка мечей и карта луна. Так, сейчас я задам вопрос ещё один. Я про себя задала вопрос. Ну, мысленно. Я мысленно задала вопрос. У меня вышла старший аркан смерти. Если у вас будет какая-то информация, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей. Берегите себя. Я желаю вам всем мира, здоровья и счастья. Спасибо. 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 Спасибо.